Я хотел бы вспомнить о том, что некоторое время назад все мы с огромным вниманием и напряженностью смотрели за ходом лечения двух мальчишек, которые поступили с тяжелейшими ожогами в больницу скорой медицинской помощи, где размещен Республиканский центр ожоговых больных. И мне сегодня приятно сказать, что Вадим, который приехал к нам на лечение из Мстиславля, из Могилева, уже прошел курс реабилитации в Могилевской областной детской больнице и сегодня выписан домой. И не менее приятная новость, наш маленький герой Рома, который спас своего маленького братика из пожара и с тяжелейшими ожогами был расставлен также в Республиканский центр ожоговых больных, сегодня переведен на лечение уже из реанимации после 22 тяжелейших оперативных вмешательств, переведен на лечение, этапное лечение в ожоговое детское отделение. Все эти долгие месяцы лечения этих мальчиков было под пристальным, жестким контролем главы государства. Поручение по лечению этих детей, вы знаете, было настолько жесткое, что я даже не хотел бы, наверное, и комментировать вот это направление. И то требование спасти жизнь детей и вернуть их к нормальной жизни, то, что звучало у главы государства. И вот сегодня можно сказать о том, что вот это поручение выполнено. И сегодня же поступило для нас очень приятное поручение о предоставлении государственным наградам наших высококлассных специалистов, которые непосредственно оказывали медицинскую помощь данным мальчишкам и победили в этой борьбе страшной болезнью. И не менее приятная новость, также наш роман будет представлен к награде за спасение при пожаре своего братика. И мы в том числе с удовольствием начали уже выполнять последнее поручение главы государства.